всем привет вы на канале черничный хутор где семья живет в лесу ничего не знаем мы живем в лесу поэтому мы хотим за грибами отпустите нас за грибами я хочу вот таких которых мы еще в этом году не собирали зеленок под зеленой под зеленый вообще скучился по рыжиком они нас возле дома они не растут поедем сейчас подальше от дома и пособираем да сейчас догнать всех покормим а в молочко молотого зерна наши свиньи уже просто пищат как хотят покушать выходи банка мимо бочечка кушай 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 ты самая у нас худая велосипед спортивный на давай давай его один позвоночник кушай 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 будешь самая толстая я вчера хотел загнать их сарай и дикий дикий у нас до последнего сразу он до темноты но привык под открытым небом жить но его предки привыкли и бульки врус загоняй булька начало загонять он как кинулся на бульку я даже не ожидал такого булька 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 Убульки начали усы отрастать, черненькие щетинки Уже лестницу зальем завтра, пускай она сегодня хорошо высохнет, чтобы опалубка не продавила и самим чтобы ее не замазать, не запачкать и самим ногами не покоцать Поехали, поехали в машину, садись, поехали, 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 поедем с нами, поехали Булька Булька любит с нами путешествовать, да, выволючи Поехали, поехали Выражение пусти свинью под стол, она на стол залезет Сначала Булька на меня положила одну лапу, потом вторую, я уже взял ее две лапы, залезла на меня, уже лежит балдеет Вот раз в жизни с хозяином полежит Я не знаю, что мы найдем, но мы ехали за рыжиками А какие грибы будут, сейчас мы с вами узнаем Так, первый гриб какой найдем, Валя, говори Не знаю Рыжик, пошли Димка, я зеленки нашла А я одновременно рыжика нашел, вот там Иди покажу тебя Ну все равно мы, ты сколько их много Здесь какой-то, я наступила там тоже Ага Сейчас посмотрим, червивые целые Так Поздравляю, это только ножка целая Шляпка целая только, да Да, ножки червивые То же самое Хорошо, что хоть, но о, целенькая сразу А вот тут еще Вот эта целенькая, видите Угу И это целенькая Пошли, мы его рыжика срежем красиво Пошли, пошли Вот он красивый, молодой Старый, я срезал Вот И тут что, ничего Ну-ка, давай, целенький рыжик, давай Оп Что такое Что такое вообще Только шляпа здесь целая и все Пока возьмем Этот рыжик А этот какой будет О, этот целенький Угу Так, смотрите, какая красота в корзине Рыжие и зеленые Ну и я нашла Ну и я нашла Я надеюсь, что они все будут целые И мы опять их насолим много Какие зеленки большие Ну что Ну что Сдалека кажется, что это поганка А не зеленка О, видите, какие большие Вот Нам повезло Сегодня много есть Только целых очень мало Бабку нашла Ну что, гуляем 15 минут До 15 минут нашли вообще ерунду Все-таки какой с ней, 29 сентября, да? Ну Ночи холодная, поэтому Поэтому грибов мало Вот этого краснюка, наверное, никто не заметил Потому что рядом мухоморцы Думаю, то, какие красивые мухоморы А мы присмотрелись И получили вот такого большого, красивого Выцвевшего на солнце Валентина, я немножко расстроился Почему? Ну, как-то слабенько О, какой здоровый Коровый В лесу И хорошие добротные яблоки Не дичка Странно, что их животные не едят Вот сколько среди яблонь Рыжиков много Ну, оно все червивое Да Выброс Все на выброс Так жалко Ну, у нас была бы целая корзина Если бы они были все целые Пошли Пошли О, какая большая бабка Покажи Старая уже Да вообще все грибы старые и червивые Мы специально не ехали долго за рыжиками Думаем, пускай подрастут Но в итоге они переросли и все стали червивые Уже нужно было давно съездить за ними Уже по кошеку было бы грибов Если бы не были червивые Мапка Тоже поеженая Целая Ну, такая уже поеженая Вот ежовик Гриб ежовик Мы раньше никогда не брали А в прошлом году набрали чисто ежовиков и приготовили ежовики Гриб Ну, такой тверденький был Вот это на все стирать Не сильно я был в восхищении Но если добавить разных ежовика тоже То будет вкусно Всех понемногу Чисто из ежовиков я не был такой вот Сказал бы Ах, какие ежовики интересные Вот чисто маслята, чисто лисички Вкусные А это обычный гриб Вот сколько зеленок А какие большие, да? Большие и червивые Так жалко Это более-менее Если бы не было червивых грибов То у нас был бы уже кошек А так? А тут что? Тут везде зеленки Везде зеленки Целенькая Ну, вот когда вот такой вот бугорок То есть процентов 90, что будет целая Вот смотрите, вот Молоденькая Вот еще бугорок Но они таки с такими толстыми ножками, да? О, целая А вот это уже будет червивое Да, это уже вообще А вот там еще две торчат Эти большие будут Ну, червивые Сто процентов, смотрите Вот так Так, так Ну, ладно Что-то мне, если эта фраза сто процентов Надо ее с лексикона убирать Ну, пойдет, пойдет Пойдет? Да, ну, засолиться Так, рыжиков нет? Тут хоть пару зеленок наберем Димка, а что ты там так долго сидишь? Да тут зеленок капец много в песке Ты что? Смотри Ага Причем они все целые в песке Почему же вот, смотрите Целые Целые Вот они какие Сколько их тут много И все целенькие В черноземе почему-то они все червивые А здесь на солнце, в песке Вот смотрите, нету зеленки Оп, есть Смотрите, сколько их здесь Вот Жух Зеленка Вот Опа Обратно зеленка Все время зеленка И опять зеленка А идешь сверху и ничего не видно, да? Угу А присядешь в воску Молодец Песочных Булька Булька Счастливая Довольная, да, Булька? Сук А Булька Молодец Снизу иду я Вот Там идет Димка Высоко Высоко короче друзья мы совершили ошибку сегодня что вы поехали за рыжиками мы хотели насобирать рыжиков в итоге насобирали много всякой ерунды но только не рыжики зеленки маслятки подзеленки лисички ежовики поэтому вы такую ошибку не допускайте едьте сразу в песке едьте сразу за зеленками зеленки есть остального уже совсем чуть-чуть все домой вот это пчелкина дочка смотри какая она как леопард ваня лови ее только на дикая как настоящая дикая кошка такая же такая же твердая упитанная пчелка они любят мяука наша пчелка тоже мяукает как у бенгальского по дороге забрали посылку от подписчики надо распаковать сегодня ну что сначала грибы чистим или посылку 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 так посылку прислала читаем морозова наташа так наталья написала в инстаграм что какие-то шерстяные тапочки высылает она проездом была на родине в минске и вот и из минска отправила эту посылку что тут за тапочки шерстяные я если честно плохо представляю но так посылка большая что тапочки столько на почте 3 килограмма весело а почему 3 килограмма какая тапочки весит цены и тапочки ого это как валенки вот это да да такие как в общем себе как в них на подом уходить зимой будем ходить когда уже будет чисто все а это валенки до как валенки будешь них суши на снегу ходили до них галошина специально купить туда чтобы тогда можно и на улице ходить так же но да но даже не пойдешь очень приятно это с овчины получается сделано да написано балета и грибы нарисованы вот еще они большие не меньше на наверное всем вам и тебе мои цветочками да это точно твои вот эти красивые вот это вот мои мой размер сразу говорю на всю зиму на несколько зим мне кажется можно даже можно даже кому-нибудь подарить одни-две ну вот это мой размер по любому что там это знаешь для чего вот когда начинаешь пачку кофе и и зацепить или там кашу начал упаковку и и зажал зажимом таким нет наверно наверно но это же сами сделали да это же не куплены или куплены она напишет еще спасибо да вот почему-то ролики кто где мы распаковываем посылки набираю набирают больше всего дизлайков народ давайте докажем что наш нас добрых людей которые могут порадоваться за посылки намного больше соберем под этим видео 15 тысяч лайков 15 тысяч нашим и обычно набираем тысяч десять давайте полайкаемся классный подарок напишем наталья пассива наверно сейчас имя медька смотрит видео и ржет думает и сейчас они исчезнут этих шерстяных носках еще в шерстяные тапки засудут ноги даже точно не замерзнут у нас вообще уверенность в семье есть печник можешь печку не делать уже может им кушать не давать пускай песок едят а Булечка, ты счастливая собака, да? Что мы делаем в воде? Солидов, ты что там делаешь? Что значит дикий кабан, что-то ищет, кушает в воде и заходит так глубоко. Солидов, муряк. Ужжьи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Зиночка, моя умница Самая умная свинка, да? Молодец Молодец Наш кутор находится на территории бывшей деревни И тут осталось много яблок Поэтому гуляют и собирают яблоки А индюки вообще не боятся Куда ты, туда и они идут На полу водится берите яблоки Хотите фрук только, да? У меня не будет поесть Солидол и Зинга только пошли Остальные все дома остались Какая здоровая Ну а northwesters Ох Остальные все д étaient Вы 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 с этой стороны гектара у нас лес не справляются наши овцы с козами что с ним делать я не знаю тут трактор даже не въедет косили косили бурьяна что сегодня первый раз за последних полгода наверно вышли пошли прогулялись с животными в общем настройка просто поглотила в те года такого не было тем и больше гуляли конечно но стройка нам тоже нравится приносит удовольствие какое-то но наверное чересчур да надо давать себе выходные пищалка зевает уже спать хочет уже спать идите настоящие сколько вам не дай вам все мало сена на ночь не знаю почему часто встречаются комментарии а почему вы соль не даете лежит у нас регулярно мы покупаем регулярно соль лизунец еще и обычный сыпи вот они грызут ее все это обычная соль а это со всякими примесями витаминами серыми микро минералами все в порядке у нас эти вот все на не любят то есть еще конце дня вот все все Все, что упало им с свинком на подстилку, соломы у нас в этом году нет. Он тебе помогает сено носить, да? Я ему нечаянно ногу на голову сыпанул. Видишь, сено здесь мало, ты что на голову усыпаешь. Как будто там вкуснее. Молоко даем сейчас грязное ведро, потому что мы же их кололи от глистов и все молоко на корм животных уходит. Так, начало 9-го, на улице темно, чистим грибы и в кровать. Друзья, знаете, почему сегодня такой короткий, ненасыщенный ролик? Ну и когда приехали с леса, я присел и заснул. В общем, проспали мы сегодня ролик. Какая-то накопленная усталость, наверное. Ну, в любом случае, хорошо, потом вечером прошлись с животными, погуляли. Как в старые добрые времена. Ну все. Тогда сейчас иди и снимай. Таким вот, темно. Ну, чтоб сейчас было еще до 11, еще наснимали бы что-нибудь сейчас, видишь, темно. Все. Такой вот день. Насобирали червивых грибов, поспали. Ну и еще и скинули вам ролик. Все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok